Всем привет! И в этом видео поговорим о сегодняшних ценах на iPhone в Москве. Раньше у официалов было дорого, у официальных реселлеров, ну, бывали иногда скидки. А на сером рынке ты всегда мог купить iPhone дешевле на 10 тысяч рублей. Но теперь времена изменились, официального представительства нет, и как формируются цены у официальных реселлеров, а также на сером рынке, мы разберем в этом видео. Для начала стоит разобраться, как Apple формировала официальные цены на айфоны в России. С 2014 года у нас был весьма нестабильный курс валюты, и Apple, чтобы не менять ценники в течение года по несколько раз, вела просто внутренний курс. Один доллар равнялся 100 рублям. Не совсем честно, но Apple поместила туда еще и НДС в размере 20%, который обязательно на территории России. И все-таки Apple не меняла больше цены с 2014 года. То есть, если я когда-то покупал 11 Pro Max на 258 гигабайт за одну цену, потом через год я за такую же цену покупал уже 12 Pro Max на 256 гигабайт, потом 13 Pro Max на 256 гигабайт. Ты скажешь, цена всегда менялась, но на самом деле нет, потому что цена менялась только на новую флагманскую модель с увеличенным объемом памяти. То есть, извините, когда у нас был максимум 256 гигабайт, это был один ценник. На 512 он, конечно, был выше, и он выше стал, конечно, на 1 терабайт. Но за один и тот же накопитель никогда цена уже не менялась. И это было круто. Опять же, серый рынок был ограничен официальными ценами. Ну, сам по-суди, если ты можешь пойти официально в Apple, купить iPhone за 100 тысяч рублей, то никто у тебя за большую сумму его не купит. И приходилось серому рынку как-то подстраиваться, и в среднем получалась разница 10 тысяч рублей. И все тут уже как-то кто-то дембинговал, кто-то десятку скидывал, кто-то 5 тысяч. Ну, в общем, у всех было по-разному. Времена изменились, и теперь все формируют цены вообще по-другому. Казалось бы, официальное представительство Apple покинуло Россию, и теперь C-Store и Store могут останавливать абсолютно любые ценники, какие они захотят. Но на самом деле все обстоит совершенно иначе. Официальное представительство Apple Россию не покидало. У нас продолжает работу официальный кордер Apple в ЦУМе. Это единственный такой Apple Store, который есть в России официально. В него и сегодня можно прийти и купить здесь айфоны. Здесь есть базовая модель iPhone 13 на 128 гигабайт за 84 990, и 13 Pro Max на 256 гигабайт за 174 990. Что самое интересное, по наличию здесь всегда есть айфоны. Я прихожу сюда на регулярные остальные. Могу прийти, спросить какой-то айфон в определенной комплектации. Мне скажут, эта последняя модель больше у нас нет. Через неделю приду, моделей предостаточно, всего хватает. Непонятно, откуда они берут новые модели. Может, все-таки там втихурчику как-то привозят в Россию. Но факт остается фактом. В официальном корнере Apple ты всегда можешь купить официальный айфон. Единственное, что ценник здесь не менялся. И не менялся он уже достаточно давно. С того момента, как Apple официально заявил, что больше новые модели привозить не будет. Цены не будет тут пересматривать. Собственно, они зафиксировались в своем, мне кажется, максимуме. И это достаточно выгодно для официальных реселлеров. Рестор, официальный реселлер, один из крупнейших официальных реселлеров Apple в России. И он явно формирует свои цены с оглядкой на официальные цены Apple. Здесь есть базовый iPhone 13 на 128 гигабайт. Так же, как у Apple за 84 990. А 13 Pro Max стоит 184 990. Вот эта цена немножечко отличается. Но и это логично. Им сегодня выгодно оставлять такие высокие цены. Все-таки, если верить официальной позиции, новые айфоны они не привозят. У них ты не найдешь 13 Pro Max зеленого цвета. И, видимо, они все-таки конечны. Поэтому какой смысл продавать айфоны задешево, при том, что надо магазины содержать, консультантам зарплату платить. Ну, в общем, понять их тоже по-своему можно. А вот в C-Store, тоже еще одном крупном ритейлере Apple, уже не все так хорошо с наличием. Здесь достаточно трудно найти определенные модели в определенных цветах. Но айфоны все-таки есть. 13 на 128 гигабайт можно забрать также за 84 990. Прямо как любого официала. 13 Pro Max на 256 гигабайт можно забрать за 179 990. Но, опять же, не дешевле, чем у Apple. Чуть-чуть выше, но не дешевле. Ну и, как мы понимаем, у любого официального реселлера все-таки есть четкая привязка к мнению Apple о какой-то политике цен. И Apple же перестал менять эти цены, когда доллар достиг просто какой-то исторического максимума и стоил 150 рублей за 1 доллар. И вот тогда Apple сказала, все, мы уходим, и перестала выходить на связь со своими реселлерами. И я знаю из достаточно достоверных источников, что Apple уже 2 месяца не общается ни с одним своим реселлером. Те просят, объясните, как нам жить дальше. Потому что за это время в России появился новый закон, который позволяет серый импорт. То есть вы можете поехать, купить айфоны в Дубае, привезти и продавать их здесь, и вы не нарушаете российские законы. Полз. Российские законы. Но не договоренности с Apple. Это совершенно другая вообще ниша, понимаешь? Потом прийти к Apple и сказать, ребята, у нас тут вот закон есть, мы по нему из Дубая привозили айфоны, продавали их по другой цене, с привязкой к доллару, а не к вашей. А Apple потом скажет, ну вы молодцы, вы какие-то наши внутренние договоренности нарушили, и больше вы не будете официальным реселлером. И лицензию мы у вас заберем. А ведь дело в том, что у каждого официального реселлера есть вот эта заветная плашечка над входом. Официальный реселлер Apple. Ее очень легко потерять. На самом деле, если ты задашься целью, то ты можешь о ней очень много интересного узнать. Ее дают только тем, кто официально торгует продукцией, которую покупают у Apple. Их дизайн магазинов проверяют, проверяют объемы закупок, честность при работе с клиентами. В общем, там требований очень и очень много. И если реселлер потеряет вот эту плашку, то пиши пропало. А все-таки быть официалами, ну выгодно согласись. У тебя точно будут покупать обеспеченные люди. Ты будешь продавать технику, которая официально будет чиниться в России. В общем, ну, безусловно, тут свои плюсы есть. И, конечно, я понимаю ресторы C-Store, которые не могут сегодня просто привезти какие-то серые айфоны и начать ими торговать, потому что они не знают, что будет дальше. Потом придет Apple и лишит их этой лицензии. Закон и одно. Договоренности с твоими партнерами совершенно другое. Что же с ценами на сером рынке? Тут все совершенно иначе. Они завязаны исключительно на долларе и на логистике. И действительно, если мы открываем Яндекс.Маркет, все цены, которые мы видим, всегда ниже официальных на сайте Apple, все это серый рынок. То есть ребята взяли, поехали в Европу, в Америку, купили там айфоны без 20% НДСа. По курсу, который был у них на этот момент. И, собственно, привезли их и продают. Они закладывают сюда рекламу, логистику, какие-то свои издержки на магазины, на свой персонал. И в итоге все равно получается дешевле. И на сегодняшний день привязка к доллару создает для нас идеальные условия для покупки айфона. Казалось бы, фильтруй на Яндекс.Маркете от самых дешевых к самым дорогим, выбирай самый дешевый и все. Не все так просто, друзья мои. И очень многие магазины на самом деле торгуют восстановленной техникой. Многие торгуют техникой с какими-то дефектами. И тут, конечно, я вас не призываю выбирать просто самый дешевый магазин. Вы должны ему доверять. Я, например, когда-то, много лет назад купил первый смартфон в Store 77. Я этих ребят тогда хорошо узнал, прочитал про них отзывы, их еще было немного. Пошел я на этот риск, проверил устройство, потом купил еще одно, еще. Купил своему другу, посоветовал. В итоге прошло много лет. Ребята по качеству ничем вообще не уступают никому другому. Ясно, что зарабатывают. Они, видимо, на этих айфонах меньше всех остальных. Но, видимо, берут количеством. Не знаю. Зато у них есть хороший магазин. Можно приехать. Все надежно. Вот им я доверяю. Безусловно, есть магазины, которые дешевле продают. Есть, которые дороже. Например, тот же Technodeus. У ребят немножечко цены выше. Но, опять же, тут все складывается из их издержек, из их каких-то вливаний сюда. Я помню историю с Technodeus. У меня, например, началась. Они захотели у меня купить рекламу в блоге. Я пошел на имя своего друга. Купил там айфон и проверил. Убедился в качестве. В итоге вам их посоветовал. В итоге мы стали очень хорошо общаться. И ребята даже дали мне официальный комментарий о том, из чего складываются их цены. В данный момент стоимость на айфон достаточно сильно упала. Даже чуть ниже довоенных цен. Из-за крепкого курса рубля. Но далее также цена будет меняться из-за курса валют. Плюс, в отличие от довоенного времени, немного выросла стоимость логистики, которая тоже влияет на стоимость айфона. Стоимость айфон 14 в данный момент спрогнозировать практически невозможно. Так как невозможно предугадать курс валют. У официальных реселлеров, в том числе, они тоже будут поставляться по текущему курсу. Но все модели у нас, возможно, будет купить и дальше. В нашем магазине точно. И это, безусловно, так. Потому что серый рынок работал всегда. И работал на разных условиях. Даже когда разница с официалами составляла 10 тысяч, это все равно для большинства очень и очень выгодно. Выбирайте магазин, которому вы доверяете. Забасайтесь информацией, чтобы проверить регион устройства. И вперед, сегодня действительно лучшее время, чтобы купить айфон. Почему цены на сером рынке все-таки отличаются, если они так четко привязаны к курсу валют? Ну, дело в том, что затраты у всех тоже разные. Если мы посмотрим на цены у Stor77, Technodeus и BigGeek, мы увидим, что цены совершенно разные. Ну, потому что и затраты совершенно разные. Откуда мы все знаем BigGeek? Из самых крупнейших техноблогов нашей страны. Потому что реклама в них стоит дорого. И, безусловно, эти затраты тоже входят в стоимость этого айфона. Содержание магазина, логистика, вот все это, и складывается в цену, которую в итоге ты видишь на сайте. И самое интересное, что и доллар сегодня все по-разному курсу покупали. Кто-то его покупал по 70, кто-то по 80, кто-то по 120. Из этого тоже ценник складывается. Никто свои деньги терять не собирается. В итоге цены отличаются практически в два раза. И это не может не повлиять на твой выбор. Но тут важно учитывать всего один очень важный фактор. Разницы между американским и европейским айфоном по отношению к кросс-тесту практически нет. Ну, может быть, там есть азиатские айфоны, да, у которых не выключается звук затвора камеры. И, ладно, это можно пережить, все-таки купить какой-нибудь айфон из Дубая. Главный фактор не в этом. Главный фактор заключается в том, что у айфонов Ростест есть двухгодовая гарантия Apple. И вот тут очень важно, когда вы покупаете за овермного денег ваше устройство, вы хотите, чтобы оно официально все-таки обслуживалось в стране. Сегодня официально Apple может починить айфон, но только если это Ростест. И, знаете, это действительно важно, потому что если даже чуть-чуть углубиться в стоимость ремонта сегодня, она безумно растет, потому что детали очень тяжело достать. Там отдельный рынок, который тоже привязан к закупкам, к логистике, курсу валют. И если вы разобьете свой айфон 13 Pro Max, то хорошо бы, если бы вам его починили по гарантии Apple Care Plus. И очень плохо, если придется его чинить за серьезно свои вложенные деньги. Опять же, если вы купили айфон, а на нем камера стала глючить, отказывать, это гарантийный случай, и вам его просто поменяют на новый. Face ID отказал. Также могут поменять, если признают гарантийным случаем. Гарантий у Apple проходит огромное количество, и сегодня сервисные центры продолжают их обслуживать, но только аппараты, официально привезенные в Россию, и продающиеся, ну да, в два раза дороже. Как ни странно, сегодня лучшее время для покупки айфона. Во-первых, я не думал, что скажу эту фразу летом, потому что совсем немного времени остается до появления айфона 14, но, похоже, сегодня ты можешь купить айфон 13 Pro Max гораздо дешевле, чем когда бы то ни было, и ходить себе дальше с флагманом. Конечно, я тебя подталкиваю этими словами на покупку евротеста или американца, может быть, вообще азиатского аппарата, но пусть зато подешевле. С другой стороны, выгода есть, риски есть, тут выбирать только тебе. Привязка у официалов всегда будет к официальной цене Apple. Они не захотят потерять свою вывеску официальный ресейлер, они не захотят портить отношения с Apple, и, как мы уже поняли, ни рестор, ни цестор не будут пользоваться этим законом, разрешающим параллельный импорт. Нет, они будут ждать, когда ситуация с Apple на Лайцель, ну, либо Apple им скажет, ладно, окей, завозите айфоны из Дубая, только там не закройтесь. Очень сложная ситуация, непонятная. Гораздо проще она на сером рынке. Ребят покупают айфонечки по курсу, который сегодня очень и очень приятный, приятный и, собственно, продают. У всех цена зависит от разных факторов. Кто-то больше на рекламу тратит, кто-то меньше. У всех логистика стоит по-разному. Офис содержать тоже для каждого по-разному стоит. Кто-то держит огромную студию еще там съемочную, а кто-то этого не делает и просто там ведет Инстаграм. В общем, это совершенно не важно. Главное, что сегодня цены действительно отличаются кардинально. В этом ничего прям такого сверхъестественного нет. Это абсолютно нормальный, естественный экономический процесс. Но если ты хочешь купить айфон сегодня, это действительно топовая идея. Надеюсь, я тебе помог немножко разобраться в вопросе, почему айфоны сегодня у всех стоят по-разному, к чему привязываются те или иные продавцы. И спасибо за просмотр этого видео. Подписывайся на мой Телеграм-канал. Там я всегда отвечу тебе на любой вопрос. Также будет и с Инстаграмом. Пиши мне обязательно в Директ. Ставь палец вверх этому видео. Всем спасибо и всем пока!